Всем привет! И в сегодняшнем видеоролике мы с вами снова затронем тему нелогичных моментов в GTA San Andreas. Судя по оценкам ваших комментариев, вам заходит подобная рубрика, она даже немножко такая юморная, не нужно относиться к этой рубрике всерьез. Мы все тут понимаем, это GTA San Andreas и вообще видеоигра, понятное дело, но от некоторых моментов действительно становится как-то смешно и неловко. Я их просто обозреваю и делюсь этим с вами. А также хочется поделиться с вами информацией для тех, кто играет в GTA San Andreas мультиплееры. Заходите ко мне смело на Arizona Red Rock, если введешь ник при регистрации, Дэнни Хик получишь 300 тысяч, а при достижении 5 левела на сервере ты получишь целых 600 тысяч. В общем обороте у тебя получится 900 тысяч и этого уже хватит для того, чтобы ты прекрасно стартанул на данном проекте. Все есть в описании, переходи, регистрируйся и играй вместе со мной. Сомневаюсь, что хоть кто-то бы из вас, если бы прыгнул с такой высоты в воду, остался цел и невредим, при этом не перелмав все нахрен кости. Думаю, это не новость, что вода нифига не смягчает ваши падения с высоты. Думаю, бензопила была создана для того, чтобы пилить деревья, чтобы этот процесс был немножко быстрее. Но в GTA San Andreas пила создана для того, чтобы пилить людей на кусочки. Она не имеет никакого отношения к дереву, хотя это ее прямое предназначение. Сомневаюсь, что в подобном взрыве кому-то удалось уцелеть. Кругом разруха и различные летали автомобили, двери, капоты. И я думаю вы уже догадались, кому абсолютно наплевать на то, что сейчас произошло. Карл Джонсон перед любой физической нагрузкой очень сильно устает. Даже если это всего лишь 20 килограмм и всего один подъем. Карл все равно будет вытирать пот со своего лица. Луна появляется на южной стороне, хотя должна с запада на восток. Люди, находящиеся на хайвее, замечая перед собой крупную аварию, продолжают врезаться в друг друга и создавать еще больше аварийных ситуаций. Секретная военная разработка стоимостью 60 миллионов долларов военные сами же хотят уничтожить. Уничтожить то, над чем работали многое-многое количество времени. При том, что сам люк, который открывается выше, они открылись самостоятельно. Иными словами, дали преступнику сбежать на этой же самой секретной разработке. СиДжей по сюжету в данной главе встречает своего брата Свита с тюрьмы. Хотя сам по себе имеет такие сферспособности по уничтожению человечества, что не смог организовать побег брата из тюрьмы до этих событий. Думаю, все знают, как распространяется огонь в реальной жизни. Но то, как распространяется в игре, что нет возможности ни поджечь ни деревья, ни траву, ни кусты, ничего совсем. Как будто бы это и не огонь вовсе. Больные люди не в состоянии добраться до больницы. Но за автомобилем скорой помощи готовы пробежать несколько десятков километров. Людей совершенно не удивляет военный самолет, стоящий в центре улицы. Но стоит ему только начать взлетать, начинается безумная паника. Смоук утверждает, что мы провалили миссию из-за того, что не следовали за поездом. Но это единственное, что мы можем делать в данной миссии. Будешь следовать ты за поездом или нет, это не имеет никакого значения. Ведь смерть Вагосов полностью лежит на руках Биг Смоука. И только он способен нанести им хоть какой-то урон. И не дать сбежать как раз таки. Мы не можем попасть в закрытый автомобиль. Хотя если автомобиль открыт, Карл садится в него не открывая двери в принципе. Но если же автомобиль закрыт, то почему вообще Карл дергает ручку? Странно, как Карл Джонсон реагирует на наставленный на него пистолет. В большинстве сюжетных моментах он действительно его боится. Боится за свою жизнь. Но в обычных ситуациях, когда на него целятся 50 тысяч полицейских, ему хоть бы хны. Да-да-да, пьем содовую вверх дном. Нередко на улицах встретишь влюбленную парочку, которые идут, держась за руки. Но такую любовь легко прервать лишь тем, что вы пройдете рядом с ними. И они как будто бы друг друга и не знали. Ты распыляешь огнетушитель на человека. Спустя какое-то время он скончается. А пятно крови такое, как будто ты изрешитил его тело. Безумное бездонное пространственное зеркало в доме Джонсонов. Выстрелы в шины способны погнуть колесо. Да, я вообще не уверен, что с таким выворотом машина способна ехать прямо. Военная база 69 надежно скрыта и защищена. Но правда подъезжает к ней вплотную и также без последствий уезжает обратно. И на этом сегодня все. Смотрите другие видео из данной рубрики. Все ссылочки вы найдете в описании. А если вы здесь впервые, то смело подписывайтесь на канал и ставьте положительные отметки. И пишите комментарии. Разумеется. С вами был Хик. Услышимся с вами в следующем видеоролике. Продолжение следует.